Этот автомобиль появился на улице в Харьково в 1976 году. Журналисты сразу же назвали его машиной будущего. Подъезжая к заправочной станции, водитель, как видите, не интересуется бензином. Он наполняет бак автомобиля обыкновенной водой. Вода вместо бензина. Нам отвечает сотрудник Института проблем машиностроения Академии наук Украины. В нашей машине вместо бака с бензином установлен миниатюрный реактор. В него закладывается энергоаккумулирующее вещество ЭАВ. Вода вступает в химическую реакцию с ЭАВ. В результате выделяется водород. В смеси с воздухом он подается в камеру сгорания цилиндра двигателя. Но дальше все как обычно. Вы наверное слышали, возможно у меня на канале, что есть реальные разработки двигателей, работающих на воде. Даже есть двигатели, которые вообще вечные, типа Терпета Мобиля. Одна небольшая японская фирма явила на свет нечто невероятное и потрясающее. Эта новость должна была разорвать информационное поле. Настолько она сенсационна. Первое авто на воде. Но этого не произошло. Несколько японских каналов озвучили сие открытия и все. Но подобные разработки, говорят, велись и в Советском Союзе. И почему-то остановились по неизвестной причине. Этот автомобиль появился на улице Харькова в 1976 году. Журналисты сразу же назвали его машиной будущего. Субтитры создавал DimaTorzok